Итак, всем привет! Продолжаем заниматься с нашей задачкой. Сегодня дополнительное задание это визуально все отобразить. Ну и давайте с этим работать. Проблемные игры и какие-то жанры, я думаю, что мы выводить не будем, поэтому это можно сразу же закомментировать, чтобы оно не мешалось. Мы будем с вами только лишь отображать наши игры, которые мы отформатировали на прошлом уроке. У нас вот как раз есть массив в формате Games. Давайте мы его в консольку выведем, посмотрим, что там лежит. То есть нам с вами нужно будет вывести три карточки. У каждой карточки будет свое имя, какая-то ссылка на Википедию, какое-то описание, цена и парочку хэштегов. Окей, давайте подготовим площадку для работы. У меня тут есть HTML файлик, который мы с вами еще на самом первом уроке подключили. Также есть какие-то стили. Для начала нам нужно создать контейнер, в котором будут находиться карточки с нашими играми. Давайте так назовем его div-контейнер. Обращаемся к документ, create-элемент. Говорим, что нам надо создать div-элемент. У нашего контейнера будет, конечно же, какой-нибудь класс. Давайте для простоты так и назовем его контейнер. Ну и теперь обращаемся к нашему документ. Говорим, что у него есть бадди. И в этот бадди мы запихиваем наш div-контейнер. Обновляем страничку. Давайте посмотрим. Вот внутри нашего бадди появился div. Только сейчас он стоит после нашего скрипта. Давайте запихнем его в начало. И если вы помните, то это делается при помощи функции prepend. Обновляем страничку. Вот теперь div в самом начале. При этом у него есть класс-контейнер. Отлично, давайте двигаться дальше. Но перед тем, как запихивать этот div в наш бадди, мы должны этот div наполнить каким-то контентом. А именно нашими отформатированными играми. Бегаем тут циклом по нашим играм. Используем уже, конечно же, forEach. Ну, разумеется, у каждой игры будет какое-то имя. Поэтому const name, document, create-элемент. Ну давайте это будет тегом p. В наше имя мы запихиваем текст. Inner text. Имя игры у нас лежит в переменной game. Как оно там было? Давайте посмотрим, какое имя мы тут с вами. А, ну просто game.name. Тут лежит имя нашей игры. Конечно же, тут будут какие-нибудь стили. Ну, на самом деле, стили, я думаю, что вы сформируете сами. GameName. То есть мы с вами какую-то минимальную верстку сделаем. Но я совсем не обещаю, что это будет красиво. Вот у нас есть имя нашей игры. С каким-то классом, с каким-то текстом. Соответственно, помимо имени нашей игры, у нас будет какая-нибудь цена. Ну, также можно это сделать через тег p. Давайте все это прямо и скопируем. Классным у нас будет game.price, точнее, тире price. И значение лежит. Давайте консоль откроем, так будет проще работать. У нас цена лежит в переменной final price. Ну, дополнительно мы тут можем поиграться, опять же, с конкатенацией и вставить значок рубля. Чему бы, собственно, и нет. Окей, у нас есть уже какие-то данные. Давайте мы их запихнем в наш контейнер. Ну, соответственно, у нас есть первый див. Это контейнер для всех карточек. Но нужна какая-то одна конкретная карточка. Поэтому у нас будет еще одна переменная, тоже в виде диван. И назовем это game.container. У game.container будет, ну, наверное, только один класс. Контейнер. Ну, и в целом все. Теперь имя мы должны запихнуть в наш контейнер. То есть пишем game.container, например, append, и запихиваем наше имя. Потом, когда мы сделали цену, запихиваем нашу цену. Ну, а в самом конце, когда мы наш контейнер наполнили каким-то контентом, мы этот контейнер запихиваем в наш общий контейнер. Возможно, это сейчас будет звучать сложно. Но сейчас мы это разберем еще разочек. Давайте посмотрим, что для начала это работает. Смотрим. Вот у нас есть наш общий контейнер, который содержит в себе игры. Далее у каждой игры есть свой какой-то контейнер, который содержит имя этой игры и какую-то ее цену. Ну, то же самое для других игр. Как это работает? Вот мы создали наш общий контейнер для всех игр. Далее формируем контейнер только для конкретной какой-то игры. В этот контейнер для конкретной игры мы запихиваем имя, которое формируем. Потом формируем прайс и тоже его запихиваем в контейнер для конкретной игры. А потом, когда мы этот контейнер наполнили каким-то контентом, в нашем случае именем и ценой, мы его запихиваем уже в общий контейнер. Ну а потом этот общий контейнер мы запихиваем в баде. Примерно так это выглядит. И, разумеется, тут мы можем теперь напихивать чуть больше контента. Нам надо запихнуть описание и нам нужно запихнуть ссылку. Я думаю, что мы это сделаем по одному и тому же принципу. У нас будет какое-то описание и description. Пусть пока что тоже тегом P. Так, описание у нас лежит в переменной game.description, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим в консоль game.description. И также у нас есть какая-то ссылочка. А вот ссылку мы сделаем тегом A. У нас тут будет линк. Линк будет тегом A. Соответственно, здесь будет какой-то текст. Давайте мы напишем, посмотреть, например, полное описание. У ссылки будет классным game-link. И не забудем нашу ссылку запихнуть в контейнер. Description. Price. Меняем на description. И не забываем запихнуть description в наш контейнер. Давайте посмотрим, что сейчас получается. Теперь должно быть чуть больше данных в нашем контейнере. Есть описание. Есть ссылка. Кстати, ссылку мы можем запихнуть в наш контейнер game.description. Да, я думаю, что так будет даже лучше. Мы ее пихаем не в общий контейнер, а в наше описание. Description. Append. И вставляем нашу ссылочку. Давайте посмотрим, как теперь это выглядит. Вот у нас есть description, являющийся тегом P. И здесь это выглядит вот так. Идет текст, а потом ссылка. Ну, давайте ссылку сделаем ссылкой. Обращаемся к нашей ссылке. Говорим, что нам надо задать ей атрибут href. Значение этого атрибута мы достанем из game.link. Ну, то есть у каждой игры у нас есть тут ссылочка какая-то. Вот она. И мы теперь это пихаем в качестве атрибута для наших ссылок. Давайте посмотрим, как наши ссылки выглядят. Теперь мы можем на нее нажать и перейти на статью в Википедии. Отлично. Давайте теперь мы это чуть-чуть отстилизуем. Окей. Стили я все перенес. Ну, тут все максимально простенько. Обновляем страничку. Теперь наши стили должны были отобразиться нормально. Game description. Видимо, я тут налажал со словом... А, я тут просто забыл написать description. Да. Тут надо price поменять на description. И все. То, что нужно. Тут у нас есть такая проблема, что некоторые ссылочки ведут в никуда. Потому что этих ссылок у них попросту нету. Хреб сейчас устанавливается через значение undefined. Поэтому, если мы хотим устанавливать ссылку, то мы должны убедиться, что геймлинк действительно существует. Поэтому делаем проверку. Если есть ссылка, тогда мы ее создаем. Иначе ничего не делаем. Вот у некоторых игр теперь есть ссылка, у других нету. Ну и нам осталось вывести наши хэштеги. Давайте посмотрим, как оно тут называется. И называет... Ну, так и называется. Хэштег. Окей. Давайте это сделаем. Так. Получается. Создаем элемент. Это у нас будет div. Называться оно будет hashtags-контейнер. Соответственно, game-hashtags-контейнер. Никакого текста тут внутри пока не будет. И по итогу мы этот контейнер пихаем в наш game-контейнер. Сейчас внутри каждой карточки должен появиться дополнительный div. Вот он. Вот сюда мы и будем пихать наши хэштеги. Давайте этот контейнер, собственно, этими хэштегами и заполним. Хэштеги у нас лежат в массиве. Поэтому обращаемся к game-hashtags. Так как это массив, бегаем по нему цикл. У нас есть какой-то тег, который мы будем запихивать в наш хэштег с контейнер. Но мы не просто это будем запихивать, а как какой-то отдельный html элемент. Поэтому создаем, например, тег span. Ну и переменную так и назовем хэштег. У каждого хэштега будет, разумеется, свой класс name. Пусть он так и называется. GameHashTag. У каждого хэштега есть, разумеется, какой-то текст. Хэштег, inert text. И сюда мы можем, опять же, вставить вот таким вот образом, сделать конкатенацию строк. И потом, когда мы сформировали наш хэштег, мы его будем запихивать в хэштег контейнер. Через append, опять же. Hash tag. Так, давайте посмотрим. Обновим страничку. Теперь у каждой игры появились какие-то хэштеги. Ну, разумеется, у игр, у которых нет хэштегов, все равно появился бесполезный div. Вот он, он можем посмотреть. И, соответственно, надо просто сделать проверку. Если у тебя нет хэштегов, то тебе не нужно никак с ними работать. Здесь нам надо сделать проверку, что, во-первых, это поле является массивом. Array из Array. А, во-вторых, нам нужно проверить, что это поле, ну, что там вообще, в принципе, есть какие-то хэштеги, чтобы у нас не создавался лишний div. Поэтому ставим оператор i и говорим. Во-первых, это должно быть массивом. Во-вторых, его длина должна быть больше, чем 0. И вот только в таком случае мы как-то с хэштегами начинаем работать. Обновляем страничку. Теперь у третьей игры пропал вот этот бесполезный div, который ничем не был заполнен. Окей, давайте теперь поиграемся со стилями для наших хэштегов. И будем, наверное, заканчивать. Возвращаемся в нашу верстку. Цену поднимаем вверх. GameHashtagContainer. Ну, такой же из браузера берем. А какой-то конкретный хэштег мы можем, например, покрасить в белый цвет. Color, White. Ну и в целом все. Все, мы с вами вроде какую-то более-менее обычную карточку сделали. Видим теперь, что у нас очень много повторяющегося кода. Давайте мы это вынесем в небольшую функцию. Create Game Item. То есть создать какой-нибудь элемент нашей игры от нашей карточки. Давайте посмотрим, что общего между вот этими всеми полями. Ну, везде у них создается тег P. Поэтому давайте так и сделаем. Какой-нибудь элемент с тегом P. Дальше. Что у них идет общего? У них есть какой-то текст. Ну, а текст везде разный. Поэтому, обращаясь к нашему элементу, мы будем устанавливать текст. Этот текст мы возьмем из-за параметров нашей функции. У каждого элемента есть какой-нибудь className. Ну, соответственно, обращаемся к нашему элементу. Говорим, что className нам будет тоже приходить в качестве аргументов в нашу функцию. Ну, и последний шаг. Этот элемент куда-то там запихивается. То есть, чтобы мы что-то могли запихнуть, наша функция должна этот элемент вернуть. Все. Теперь мы можем воспользоваться нашей небольшой функцией. Говорим, что у нас будет элемент name. Значение текста мы возьмем отсюда. А className у нас будет вот такой. И все. Теперь мы все вот это можем удалить. То же самое проделываем с нашей ценой. Текст у нее будет вот такой. А class будет game-price. Теперь это можно удалить. Теперь у нас осталось описание. Давайте тут тоже быстренько поправим. GameDescription, game-description. Так, отлично. Чуть-чуть кода мы с вами сократили. Также мы можем и вот этот кусочек сократить. Только тут проблема в том, что у нас создается элемент A вместо P. Здесь мы можем создать третий параметр tagName, который нам будет приходить откуда-то извне. И теперь мы можем воспользоваться этим параметром. И мы либо говорим каждый раз, вот пусть это будет tagP, пусть это будет tagP. Сейчас мы с вами от этого избавимся. Давайте теперь займемся нашей ссылочкой. Потом вернемся к нашему третьему параметру. А здесь у нашей ссылки будет уже tagA. У нее будет вот такой вот класс, а значение текста будет вот такое. Такое. Потом у нас будет создана наша ссылка. Ну а значение href мы ей уже потом поставим, когда она уже создастся. И вот чтобы нам не писать вот такие вот постоянно tagP, создай нам tagP, tagP. Мы можем с вами отсюда это убрать. И сказать, что если нам третий параметр не приходит в нашу функцию, то здесь мы можем воспользоваться параметром по умолчанию. Когда мы разговаривали про функции, мы как раз таки этот параметр с вами затрагивали. Поэтому получается вот так. Если кто-то пользуется этой функцией и не передал третий параметр, то tagName у нас будет буквой P. Ну а здесь мы уже передали третий параметр, поэтому здесь у нас создастся tagA вместо tagP. Ну и разумеется, этой функцией мы теперь можем воспользоваться и создавать хэштеги. Только теперь нам нужен элемент span. Вот с таким классом и вот с таким текстом. У нас теперь есть хэштег. И вот это все мы можем с вами удалить. Удалить. Отлично. Мы чуток с вами сократили код. Давайте посмотрим, что у нас ничего не развалилось. Все отлично работает. В консоли нет ошибок. Я думаю, что на таком этапе мы это можем и оставить. И теперь мы можем смело переходить к следующим темам джаваскрипта. Мы с вами много всяких функций повторили, которые мы с вами изучали на предыдущих уроках. Теперь с этими всеми функциями мы будем встречаться в будущем, когда будем изучать какие-то новые темы. Ну а на этом я думаю, что мы можем закончить. Все. Всем спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин